Долго? Как у вас здесь красиво? Спасибо. Здрасте. Ничего себе. Да, впечатляет. Похоже, здесь все есть. Но нет души. Ух ты, домашний зал суда. Угадали. Уважаемые дамы и господа, здесь творится таинство. Вы ступаете по половицам, находившимся когда-то в зале Верховного суда. Здесь все имеет историю. Осторожней. Этот стол был в зале суда во время обезьяньего процесса. Кстати, и та лампа тоже оттуда. Стул из «Убить пересмешника». Был такой фильм. Вам мало зала в суда на работе? В какой-то степени да, ибо процесс выигрывается до того, как вы ступаете в зал суда. Вот здесь семь камер. Интерактивная система голосования. А вот система распознания голосов, как у ФБР. Здесь я оттачиваю свои аргументы. Попробуем сейчас развенчать показания, которые может давать Дженни. Наша задача – доказать, господа. Причем очень убедительно, что она заманила Терренса в отель, спровоцировала ссору из-за чепухи, из-за чего не важно, и тогда убила его. Вдруг защита избавит ее от показаний. Необходимо доказать факт самообороны. Дженни – единственный свидетель. Процесс связан с сексом, и обвинителем мужчине надо быть деликатным. Поэтому допрашивать Дженни буду не я, а вы, и постарайтесь вывести ее из себя. Чтобы настроить против Дженни присяжных, нельзя терзать ее. Этим пользуются лишь от безысходности. А вам не кажется, что это как раз о нас? Напоминаю, что тут – это война, а война всегда отвратительна. Я могу. Мне несложно открутить Барби голову. Охотно верю. Если Дженни умная девица, ее будет трудно сбить стопку. Да что вы, давайте сейчас убедимся. Позвольте вашу сумочку. Садитесь, вы свидетели. А вы, присяжный, идите. Начинаем. Рейна Трой, обвиняю вас в убийстве человека. Мистер, сколько вам лет? 29. Со сколькими мужчинами у вас был секс? Что? Ваша честь? Отвечайте. Я не знаю точно. Сорок, больше? Меньше, конечно. Может, тридцать? Послушайте, я не веду учет. Венерические болезни у вас были? Если были, то сколько раз? Один, в колледже. Не предохраняетесь? Мне было 20 лет. Занимались садомазохизмом, имели секс с женщиной, с несколькими партнерами? Никогда. Вы носите крестик. И что? Правоверная христианка? Да. Значит, признаете учение церкви? При чем тут это? Как это согласуется с вашей неразборчивостью в связях? Довольно. Вас занесло. Хоть вы и живете в таком роскошном доме, так вы грубый, низкий негодяй. Вопросов больше нет, ваше честь. Вы свободны. Я на два часа вынужден отлучиться, а вы за эти два часа должны Дженни по косточкам разобрать. Примерно как я, мисс Трой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова